Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале FamilyEase, я Файна Анна, психолог-мама. Тему для нашей сегодняшней встречи выбрали именно вы. Запреты. Что нельзя запрещать детям? Благодарю вас за хороший вопрос, давайте его разберем. Итак, топ-7, что нельзя запрещать ребенку. Первое. Задавать вопросы. Если ребенок задает вам вопросы, радуйтесь. Дети приходят с вопросами только к тем, кому они доверяют, кого уважают и кого любят. Относитесь внимательно и с уважением к любому вопросу. Всегда отвечайте правдиво и, конечно, учитывайте возраст и готовность ребенка к информации. Старайтесь избегать ответа «я не знаю». Вместо этого похвалите ребенка за интересный вопрос и поищите ответ вместе. Отдельно хочется сказать об острых для многих родителей вопросах на тему «как я появился на свет?», «что такое секс?», «чем мальчики отличаются от девочек?». Дети не вкладывают в эти вопросы ничего неприличного. Такие вопросы – это проявление безграничного доверия к вам. Если вы проигнорируете, отмахнетесь от ребенка, либо начнете его стыдить, мол, мал еще и подрастешь – узнаешь, то вы потеряете доверие ребенка и вопросы от этого не исчезнут. Просто задавать он будет их уже не вам. Второе – плакать. Плач – это важный инструмент выражения эмоций. Дети до пяти лет вообще плачем могут выражать и злость, и обиду, и страх. И на вопрос «что случилось?» ребенок действительно не может дать четкий ответ, потому что он в самом деле не понимает, что за буря эмоций сейчас творится у него внутри. Поэтому фраза «хватит плакать» не только бесполезна, но и вредна. Запрещая ребенку плакать, мы лишаем его возможности не только экологично пережить физическую или душевную боль, но и выплеснуть эмоции и успокоиться. Дети воспринимают все, что происходит в их жизни, гораздо ярче, чем мы, взрослые. Поэтому расстраиваться – это нормально. Не ругайте и не стыдите ребенка за слезы. Вместо этого объясняйте ему его эмоции и предлагайте варианты выхода из сложившейся ситуации. Третье – жадничать. У каждого ребенка должны быть его личные вещи и возможность распоряжаться ими так, как он считает нужным. Нет ничего ужасного в том, что ребенок не хочет делиться своими игрушками. Особенно несправедливы бывают родители мальчиков, в частности папы, когда требуют, чтобы мальчик уступил девочке только потому, что она девочка и она будет плакать. Я против таких социальных установок, и это попросту неуважительно и эгоистично по отношению к маленькому человеку. Давайте уважать границы друг друга вне зависимости от возраста и пола. Для ребенка его личные игрушки – такая же ценность, как для нас наши личные вещи. Ведь никому не придет в голову требовать от взрослого человека, чтобы он поделился своим автомобилем, телефоном, компьютером, деньгами, одеждой, а в противном случае записать его в жадины. Это даже звучит нелепо. У нас в семье есть правило. Если не хочешь делиться – не делись. Если хочешь поиграть чужой игрушкой – спроси разрешение, предложи обмен, а если тебе откажут – ну, будь готов принять отказ достойно. Когда к кому-то из моих детей, например, на площадке, подходит ребенок и хочет поиграть их игрушками, а я понимаю, что мои дети не в восторге от такой перспективы, я сначала пытаюсь ненавязчиво объяснить им все преимущества совместной игры, обмена игрушками. Но если они все-таки говорят «нет», то извините «нет». У ребенка есть право не хотеть делиться своими личными вещами, и это право очень важно уважать. Дети, которых заставляют делиться против своей воли, могут вырасти с пониманием, что их чувства и потребности ничего не значат. Будучи взрослыми, они, действуя себе во вред, могут угождать другим. Они не способны говорить «нет» и отстаивать свои интересы. Четвертое. Говорить «нет». Ребенок – это не ваш подчиненный, это полноправный член семьи. И запрещать ему отказывать вам только потому, что вы старше, умнее и со взрослыми не спорят, значит нарушать его личные границы. Если вам объективно нужно, чтобы ребенок поступил так и никак иначе, коммуницируйте, вы же тут взрослый. Вот и потрудитесь найти нужные аргументы, чтобы объяснить ребенку, почему иногда нужно делать то, что делать не хочется. Вообще, родители, прекратите выращивать детей удобными. Если вы желаете им счастья, не ломайте их. Пусть они капризничают, спорят, эмоционируют, отстаивают свои права. Да, проще подавить характер ребенка жестким «я сказала», чем дискутировать и что-то объяснять. Но если ваш ребенок научится говорить «нет» вам, то в будущем он сможет дать отпор кому угодно. Пятое. Шуметь на улице или в общественных местах. Я уже неоднократно говорила об этом в своих видео, на прямых эфирах, в роликах ТикТок. Шуметь – это естественная потребность каждого ребенка. В конце концов, когда как не в детстве, можно вот так беззаботно напевать песни на весь автобус. А во-вторых, это еще и про безопасность наших детей. По данным Missing Children Europe, в Европе каждые две минуты пропадает один ребенок. И интересен тот факт, что дети спокойно уходят с незнакомцами, и это не вызывает никаких сомнений у прохожих. Вот так чаще всего и пропадают дети. Тихо и спокойно. Почему так происходит? Почему дети не только охотно идут на контакт с незнакомцами, но и подчиняются им? Почему нашим детям сложно закричать в общественных местах? Почему им сложно начать привлекать к себе внимание? Да потому, что мы сами учим своих детей вести себя тихо в общественных местах. Не кричи, не шуми, успокойся, веди себя хорошо. Ребенок, который вырос с установкой «веди себя тихо» не способен сломать ее в экстренной ситуации. Поэтому, если ваш ребенок шумит, выражая эмоции, старайтесь их не подавлять. Конечно, стать жертвой злоумышленников может абсолютно любой ребенок. Но, как показывает опыт сотрудников полиции, в первую очередь в группе риска робкие и послушные дети, которые привыкли слушаться и безоговорочно подчиняться взрослым. Поэтому поощряйте инициативу и смелость своих детей. Спокойнее реагируйте на непослушание и упрямство, потому что именно эти качества в экстренной ситуации могут спасти им жизнь. Шестое. Иметь секреты. Чем старше становятся дети, тем больше они нуждаются в личном пространстве. Дети очень умны и находчивы. Они быстро разбираются, как очистить историю браузера, как запаролить свои переписки и скрыть от родителей то, что им знать не положено. И своим бесцеремонным вторжением в их личное пространство мы учим их только тому, как искуснее нам врать. Поэтому, если вас не привлекают такие перспективы в отношениях с собственными детьми, уважайте их личные границы. Перед входом в комнату к ребенку постучите в дверь. Перед тем, как отправлять его вещи в стирку, попросите его самостоятельно проверить, не осталось ли что-то в карманах. Чем больше уважения мы проявляем к ребенку, тем скорее он сам захочет с нами поделиться чем-то сокровенным. Седьмое. Ошибаться. Многие из нас настолько боятся ошибиться, что выбирают бездействие, тем самым упуская возможности. От того, как мы, родители, реагируем на ошибки своих детей, зависит, научатся ли они с рвением идти к своей цели, пробуя снова и снова, или, боясь ошибиться, будут отказываться от своих желаний. Ребенок, которого постоянно контролируют и критикуют, боится ошибиться и сделать лишний шаг влево или вправо. Он перестает чувствовать свои возможности и желания. В результате, взрослея, он не умеет прислушиваться к себе, раскрывать свои таланты, делать выбор в пользу собственных интересов. Вместо этого такой человек застревает на уровне выживания. Какая-нибудь работа лишь бы кормила, какой-нибудь партнер лишь бы не быть одиноким. Как видите, воспитание детей нельзя свести к сухой сводке правил. Родительство — это творческий процесс, это про гибкость и коммуникацию. Слушайте своих детей, и не только ушами. На сегодня все. Буду рада пообщаться с вами в комментариях. С вами была Файна Анна. До новых встреч на канале FamilyEase. Субтитры создавал DimaTorzok